Все живые организмы, населяющие нашу планету, существуют не сами по себе. Они зависят от окружающей среды и испытывают на себе её воздействие. Человек является сейчас главным фактором всех изменений на Земле. А уралия почему? Здравствуйте, ребята. Как бы вы ответили на вопрос, буквально исполнение лозунга «Превратение Земли в светущий сад» опасно с экологической точки зрения? Почему? Почему? Может ли оно привести к гибели биосферу или отдельной экосистемы? Какие экосистемы пострадают от воплощения такого лозунга? Сейчас мы вместе с вами постараемся получить ответ на данный вопрос. Мы познакомимся с такими понятиями, как среда обитания, окружающая среда, экологические факторы. А также узнаем разнообразие экологических факторов и их значения. Такие понятия, как среда обитания и окружающая среда, с точки зрения экологов, не являются равнозначными. Когда речь идёт о среде в широком смысле слова, то употребляют понятие окружающая среда. Ребята, какие бы вы написали ассоциации со словосочетанием окружающая среда? Что нас окружает? Цвет, воздух, почва, живые организмы. То есть можно сказать одним словом условия. Окружающая среда – это совокупность всех условий, в которых существует жизнь на планете Земля. Однако, такое понятие нелогично применять по отношению к отдельно взятому организму. В этом случае применяют термин «среда обитания». Какие вы знаете среды обитания? Конечно, почвенная, наземно-воздушная, водная и среда, образуемая организмами. Среда обитания – это часть природы, которая окружает организм, и с которой он непосредственно взаимодействует в течение своего жизненного цикла. Среда обитания каждого организма сложна изменчиво во времени и пространстве. Она включает множество элементов – живой и неживой природы, а также привносимых человеком и его хозяйственной деятельностью. В экологии эти элементы среды называются факторами. Все факторы среды по отношению к организму неравнозначны. Одни из них влияют на его жизнедеятельность, а другие для него – безразличные. Экологические факторы – это свойства и компоненты среды обитания, которые вызывают у организма формирование приспособлений, адаптации. Адаптация – это признак или комплекс признаков, обеспечивающих выживание и размножение организма в конкретной среде обитания. Например, обтекаемая форма тела рыб облегчает их передвижение в плотной водной среде. У некоторых видов растений из-за сушливых мест вода может запасаться в листьях или стеблях. Ребята, поставьте видео на паузу и определите факторы, без которых существование растений и животных невозможно. Растения не могут существовать без воды, определенной температуры, света, углекислого газа, минеральных веществ, кислорода и молекулярного азота. Животным для жизни нужна вода, определенная температура, кислород и органические вещества. В среде обитания экологические факторы различаются по сдачивости для каждого организма. Присутствие этих факторов обязательно необходимо для жизни организма, а других – не обязательно. Условия существования или жизни – это комплекс экологических факторов, без которых организм не может существовать в данной среде. Отсутствие в среде обитания хотя бы одного из факторов этого комплекса приводит к гибели организма. Для животных молекулярный азот не является жизненно необходимым. Они, как и все гидеротрофные организмы, не способны переводить молекулярный азот атмосферу в его связанные формы. Также не являются жизненно важными для животных такие факторы, как наличие минеральных веществ, углекислого газа и свет. Для существования растений необязательно наличие органических веществ. Так как они являются автотрофами, у них синтез органических веществ из неорганических происходит при фотосинтезе. Таким образом, второстепенные факторы – это экологические факторы, которые не являются жизненно важными для организма, хотя и могут влиять на его существование. Разнообразие экологических факторов по природе происхождения в среде обитания позволяет разделить их на три большие группы – абиотические, биотические и антропогенные. Ребята, с помощью информации, размещенной в учебнике на странице 13, найдите значение этих факторов. Для этого поставьте видео на паузу. Проверим. Абиотические факторы – это элементы неживой природы, которые прямо или посленно влияют на организм и вызывают у него ответную реакцию. Биотические факторы – это элементы живой природы, то есть живые организмы, влияющие на данный организм и вызывающие у него ответную реакцию. Антропогенные факторы – это разнообразные виды деятельности человека, влияющие как на сами организмы, так и на их место обитания. Абиотические факторы – их подразделяют на четыре группы. Климатические, эдафические, урографические и геофизические. Климатические факторы – это все факторы среды, которые формируют климат данной местности. Свет, газовый состав воздуха, осадки, температура, влажность, воздух, атмосферное давление, скорость ветра. Эдафические факторы – это свойства почвы, которые разделяются на физические – влажность, комковатость, воздухо- и влагопроницаемость, плотность и химические – кислотность, минеральный состав, содержание органического вещества. Орографические факторы – это особенности характера и специфика рельефа местности. К ним относятся высота, над уровнем моря, широта, крутизна, экспозиция. Геофизические факторы – это физические явления природы, гравитация, магнитное поле Земли, ионизирующее и электромагнитное излучение. Геофизические факторы – это элементы живой природы, то есть живые организмы, влияющие на данные организмы, вызывающие у него ответные реакции. Они носят самый разнообразный характер и действуют не только непосредственно, но и косвенно, через элементы неорганической природы. Ребята, с помощью информации, размещенной в учебнике на странице 13, запомните схему. Для этого поставьте видео на паузу. Проверим. Биотические факторы разделяются на две подгруппы. Внутри видовые влияющим фактором является организм того же вида, что и данный организм. Например, у земноводных при высокой численности крупные головастики выделяют вещества, замедляющие развитие более мелких головастиков. Межвидовые факторы – это влияние на данный организм оказывают особи других видов. Например, густая ель угнетает рост травянистых растений под ее кроной. Антропогенные факторы – это разнообразные виды деятельности человека, влияющие как на сами организмы, так и на их место обитания. В зависимости от способа воздействия выделяют две подгруппы антропогенных факторов. Прямые факторы – это непосредственное воздействие человека на организмы, вырубка деревьев, скашивание травы, посадка леса, острел зверей и птиц, взведение рыбы. Косвенные факторы – это опосредованное влияние человека на среду обитания организма с самим фактом своего существования или же через хозяйственную деятельность. Как биологическое существо, человек поглощает кислород и выделяет углекислый газ, изымает пищевые ресурсы. Как социальное существо, он оказывает влияние через сельское хозяйство, промышленность, транспорт, бытовую деятельность, загрязнение природной среды и антропогенную трансформацию природных ландшафтов. Ребята, предлагаю вам вернуться к вопросу. Буквальное исполнение лозунга «Превратим землю в цветущий сад» опасно с экологической точки зрения. Почему? Может ли оно привести к гибели биосферу или отдельные экосистемы? Какие экосистемы пострадают от воплощения такого лозунга? Думаю, сейчас вам не составит труда ответить на этот вопрос. Реализация такой мечты несет гибель степям, пустыней, тундре, да и биосфере в целом, ибо цветущий сад – это уничтожение видового разнообразия на всей планете. Теперь, используя текст параграфа, составьте схему разделения экологических факторов на группы и подгруппы по происхождению. Для каждой подгруппы запишите примеры факторов, выбрав их из предложенного перечня. Для этого поставьте видео на паузу. Проверим, как вы выполнили задание. Вот такая схема классификации экологических факторов по происхождению у вас должна получиться. Экологические факторы по происхождению делятся на абиотические, биотические и антропогенные. В свою очередь абиотические факторы подразделяются на климатические, эдафические, орографические и геофизические. Биотические факторы подразделяются на внутривидовые и межвидовые, а антропогенные – на прямые и косвенные. Проверим, как вы распределили примеры экологических факторов. Начнем с группы абиотических факторов. Температура и свет являются климатическими факторами. Минеральный состав почвы относится к эдафическим, высота местности – к орографическим, а электромагнитное излучение – к геофизическим факторам. Следующая группа – это биотические факторы. Хищники, паразиты, растительноядные животные относятся к межвидовым биотическим факторам. Последняя группа – антропогенные факторы. К прямым относятся вырубка леса и орошение рассушливых земель, а к косвенным – транспорт. Подводя итог, можно сказать, что Окружающая среда – это совокупность всех условий, в которых существует жизнь на планете Земля. Среда обитания – это честь природы, с которой организм непосредственно взаимодействует в течение своей жизни. Экологические факторы – это свойства и компоненты среды обитания, вызывающие у организма приспособительные реакции, адаптации. По значимости для организма экологические факторы разделяют на условия существования и второстепенные факторы. По природе происхождение их делят на три группы, а биотические – биотические и антропогенные. Ребята, для закрепления изученного материала предлагаю знакомиться с материалом параграфа «Два учебного пособия», а также ответить на вопросы на странице 15. Перейдя по ссылке, вы можете познакомиться с мультфильмом «Экологическая корова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!